Добрый вечер, в эфире новости о сети, в студии Ленгабуева и коротко о главных событиях уходящего дня. Мы также обсудили работу сегодня Института гражданского общества, это и адвокатуры, и нотариат, работу органов ЗАГС. Министр юстиции Российской Федерации прибыл в Северную Осетию с рабочим визитом. Константин Чученко посетил следственный изолятор, а после встретился с Сергеем Миняйло. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают социальные работники, специалисты всегда окажут помощь в быту, а также моральную правую поддержку незащищенным слоям населения. Отделение 60-точное, в сад лагеря приехали, нас было 16 человек, сейчас уже 38 человек. Травматологическое и ожоговое отделение Республиканской клинической больницы скорой помощи вернулись к штатному режиму работы на базе медучреждения. В ГМИ состоялась межрегиональная научно-практическая конференция. Она была посвящена аспектам формирования радикального мышления и экстремистской идеологии в молодежной среде. Организатором выступило Министерство Республики по вопросам национальных отношений. В конференции приняли участие представители общественных организаций и религиозных общин. Мероприятие проходит не в первый раз. Работа в этом направлении проводится на постоянной основе. Это очень важная работа. Безопасность нашей республики, которая перенесла большое количество трагических террористических актов, она очень такая злободневная тема. Это проблематика, над которой мы должны работать ежедневно. Сегодня мы обсуждали очень важные проблемы, как сделать эту работу более конкретной, более точечной, если так можно сказать. Я думаю, что хороший опыт сегодня мы получили. В государственной награде памятная медаль Владикавказ, город воинской славы представлены выдающиеся деятели республики и участники Великой Отечественной войны. Список кандидатов утвердили на заседании комиссии по рассмотрению ходатайств о награждении памятной медалью. Всего шесть человек. Среди них Игорь Кисаонов, руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по республике. Игорь Константинович показал себя высококвалифицированным юристом, требовательным к себе и к подчиненным. Также была награждена Алла Шестакова, заведующая отделением Владикавказского торгово-экономического техникума. Алла Борисовна 48 лет посвятила педагогической деятельности, была директором техникума. За год руководства ей удалось создать работоспособный высокопрофессиональный коллектив единомышленников. Я знаю, что и сейчас Алла Борисовна ведет активную педагогическую деятельность. Совсем недавно она проводила мастер-классы и открытые уроки. А я так полагаю, что вообще для человека, ну, ее возраст, ее статус, это вообще, ну, удивительная ситуация, когда в таком возрасте человек еще совершенно спокойно проводит открытые уроки. Также медалями Владикавказ, город воинской славы будут достойны участники Великой Отечественной войны. Михаил Теблоев, Харитон Бестаев, Анатолий Сазонов и Артуш Бадалян. Забота о близких – важная задача, с которой в силу каких-либо жизненных обстоятельств справляются не все. В такой ситуации на помощь всегда придет социальный работник. Специалисты всегда окажут помощь в быту, а также моральную и правую поддержку незащищенным слоям населения. Фатима Задзоева расскажет подробнее. Каждое утро в 9 часов Фатима Засохова отправляется к своим подопечным. Сегодня она начала с Веры Яценко. Пенсионерке 74 года. Из них 40 лет она проработала водителем трамвая. Потом начались проблемы со здоровьем. Скачет артериальное давление, болят суставы, есть сахарный диабет. Фатима знает о Вере Михайловне все. Она соцработник по службе и родной человек по жизни. Вместе они уже больше трех лет. Фатимочка – это вообще золото. Это вообще золото. Она как мой ребенок. Она такая ласковая, такая вот доброжелательная. Она уходит. Может быть, мне что-то забрать, выбросить? Уходит. Вы мне позвоните. Если вам что-то надо, если вам что-то вот купить надо, что-то, вы позвоните мне. Я буду по дороге идти, я вам куплю. Вот она такая. Она как дочка, понимаете? В день Фатима посещает пять пенсионеров. Каждому уделяет по несколько часов. Оказывает помощь не только по хозяйству. Большинству ее подопечных нужно именно общение. А дарить заботу могут только добрые, отзывчивые и понимающие люди. Убрала, пропылесосила, помыла полы, посидела. Посидели, поболтали, чай попили. Когда бывает. У кого-то бывают продукты. Я прихожу, они дают денежку, прихожу, приношу продукты. У кого-то измерение давления, у кого-то сопровождение. В поликлинику, в магазины. Есть такие, которые плохо ходят. Мы сопровождаем. Что меня знают в нашей работе? Это помогать людям. Помощь. Больше ничего, наверное, не добавишь. Просто помогать. Если ты можешь, ты помогаешь. Обычные разговоры, которые для нас не имеют никакого значения, для одинокого человека – настоящее спасение. Не зря говорят старики, как дети. Уделить внимание нужно каждому. В этой работе ты должен любить их. Неважно. Всякое бывает, что-то. Но это старые люди. И к ним какое-то другое должно быть отношение. Я прихожу, я когда-то что-то делаю. Или просто посижу, поговорю. Одна есть, которая говорит, просто посиди. Давай просто поговорим. А сидишь, не разговариваешь там. И это, наверное, это много. Честно, когда иногда просто выходишь и думаешь – хорошо. Люди, которые, как и Фатима Дзасохова, работают социальными работниками, оказывают помощь различным слоям населения. Их силами и стараниями преодолеваются трудности в жизни многих людей с ограниченными возможностями здоровья или живущих за чертой бедности. В этой профессии заняты и работники реабилитационных центров, приютов, домов престарелых и собесов. Фатима Дзадзоева, Александр Левченко. Новости Осетии. Поздравили соцработников и представителей Общероссийского народного фронта. Они тесно сотрудничают с комплексными центрами социального обслуживания республики. Мы сегодня посетили комплексные центры, посетили тех работников, которые посвятили свою жизнь благородной работе. Работник социальной службы – это не должность, это призвание. Быть социальным работником сложно и ответственно. В повседневной жизни для некоторых пенсионеров сходить в магазин за продуктами или убраться дома – задача не из простых. Справиться с ней помогают соцработники. Ощутима была их помощь в период пандемии. Для многих пожилых и одиноких людей важно и простое человеческое общение. По этому профессию выбирают чуткие, заботливые люди с добрым сердцем и желанием приносить пользу окружающим. Многие из них посвятили этой работе более 20 лет. В этой сфере, в этой системе работаю более 27 лет. Мне очень нравится работать с пожилыми людьми, оказывать им какую-то посильную помощь. За 27 лет я ни разу не пожалела, что пришла в эту сферу. Министр юстиции Российской Федерации прибыл в Северную Осетию с рабочим визитом. Сперва Константин Чуйченко посетил следственный изолятор и подсмотрел, в каких условиях содержатся заключенные. После министр юстиции встретился с временно исполняющим обязанности главы республики Сергеем Миняйло. О том, какие проблемы затронули в ходе разговора, в материале Георгия Дзапарова. Первый в рабочей поездке Константина Чуйченко – следственный изолятор во Владикавказе. Сейчас в нем содержат около 500 человек. Министр юстиции сопровождал начальник республиканского УФСИН Владимир Моровец. Константин Чуйченко заглянул в пекарню, пищеблок, медчасть, посмотрел, в каких условиях живут заключенные. Министр юстиции Российской Федерации Чуйченко Константин Анатольевич, жалобы, вопросы, заявления? Нет, все подошло. Здание построили в конце 19 века. Тем не менее, по словам Константина Чуйченко, все нормативы соблюдаются, а замечаний нет. После федеральный министр направился в управление службы судебных приставов. Затем осмотрел будущую стройплощадку. Здесь к 2024 году планируют построить современную лабораторию и проводить экспертизы практически любой сложности. Побывал министр и в уже отремонтированном здании Министерства юстиции. Пообщался с сотрудниками. Не все, да? Да, у нас два эксперта, специальность одна. Ну, я посмотрел, вы много достаточно делаете. На встрече с Сергеем Миняйло обсудили взаимодействие Северной Осетии и Министерства юстиции. Затронули ряд актуальных вопросов. Таких, как оказание жителям республики бесплатной юридической помощи и перенос изолятора временного содержания за черту города. По словам Константина Чуйченко, в Северной Осетии нужно создать учреждение, в котором, помимо СИЗО, были и места лишения свободы. Стоимость объекта может составить 3,5 миллиарда рублей. Надо ставить вопрос о том, чтобы это учреждение переносить за город и строить новое учреждение. Понятно, что это будет стоить значительных средств. Будем работать в этом направлении. Также обсудили работу сегодня институтов гражданского общества. Это и адвокатура, и нотариат. Работа органов ЗАГС. Здесь есть полное понимание с нашим территориальным органом. Поэтому, в целом, итогами работы, итогами посещений учреждений и итогами совещаний мы удовлетворены. В свою очередь, Сергей Миняйло рассказал о намерении создать в Северной Осетии государственное юридическое бюро, в котором будут бесплатно оказывать юридическую помощь жителям республики. Руководитель региона отметил, сейчас одна из главных проблем – старая инфраструктура. Ее нужно обновлять. Все, что касается министерства юстиции, мы договорились с Константином Анатольевичем, на каких паритетных основах это будет сделано – республика и Минюст. Поэтому я сегодня только выразил слова благодарности Константину Анатольевичу за работу, которая здесь проведена, и за позицию Минюста или Министерства юстиции по отношению к нашей республике. Это дорогого стоит. В конце рабочей поездки Константин Чученко почтил память жертв Бесланской трагедии, возложил цветы к памятнику в городе Ангелов и в захваченной террористами школе. Георгий Запаров, Хетак Гопоев, Новости Осетии. Травматологическое ожоговое отделение Республиканской клинической больницы скорой помощи вернулись к штатному режиму работы на базе медучреждения. Из-за пандемии коронавируса порядка шести месяцев назад оба отделения перенесли в Алагирскую центральную районную больницу. Сейчас все медработники вновь работают на базе КБСП. Оборудование также перевезли. В Алагире наше отделение было сорокакоечным. Конечно, мы не могли размещать больных на этих сорокакоек. И поэтому нам выступали их терапевтическое отделение, потом хирургическое отделение. В общей сложности там в отделении находилось иногда и 56, и 58 больных. Специалисты, которые были в Алагире, у нас было 30 человек, все полностью вернулись. Жилищно-коммунальные службы начали подготовку к новому отопительному сезону. Идет полная ревизия оборудования. В 15 котельных капитально отремонтировали котлы. В двух заменили на новое оборудование. В республике создан штаб, курирующий подготовку и прохождение отопительного сезона. Алана Томаева расскажет подробнее. Отопительный сезон этого года завершился только недавно, но жилищно-коммунальные службы уже начали подготовку к новому. Сейчас активно меняют теплотрассы, которые пришли в негодность, а также производят ревизию оборудования во всех теплопунктах республики. В приоритете у нас на сегодняшний день были те трассы, которые подлежат обязательной замене дорожного покрытия. На сегодняшний день эти работы выполнены. Значит, 45 котельных у нас стоит на профилактике. Ведутся работы по замене котлов, ведутся работы по замене насосного оборудования. Также идет полная ревизия оборудования. В 15 котельных у нас полностью произведен капитальный ремонт котлов. В двух котельных полностью заменено оборудование на новое. В республике 191 котельная, из них 104 во Владикавказе. Более 240 километров теплотрасс. 33 предстоит заменить. В Северной Сетии создан штаб, курирующий подготовку и прохождение отопительного сезона. Также специалисты подвели итоги прошлого сезона. По результатам проведут работу над ошибками. Мы противоаварийные тренировки должны сейчас согласовать с ПАО «Россети», здесь филиал, который у нас есть, с водоканалом и, естественно, с тепловыми сетями. Чтобы совместно в комплексе провести работу, планируем мы провести в июне месяце. Специалисты говорят, все работы идут по плану. 15 сентября должны отчитаться о готовности. Алана Томаева, Александр Каджаев. Новости о Сетии. В Северной Сетии все активнее формируется комфортная городская среда. Во дворах укладывают асфальт и бордюры, проводят уличное освещение, устанавливают лавочки и урны. Общественные зоны улучшаются на глазах. Подробнее в материале Георгия Дзапарова. Аллею на улице Зои Космодемьянской не ремонтировали 15 лет. Не было скамейк, освещение, давно разрушился асфальт. Иными словами, отдыхать здесь жители не могли. Все изменилось два месяца назад. По федеральному проекту формирования комфортной городской среды аллею отреставрировали. Заменили асфальт, установили новые бордюры, привели в порядок кроны деревьев. Были установлены новые лавочки, было установлено новое освещение, поставлены новые урны. Отремонтировано порядка 200 метров аллеи. Это от улицы Калоева до улицы Колго-Кисаева. Освещение почти везде меняют на светодиодное. Плюсов несколько. Светит оно ярче, а энергии потребляет меньше. Город неплохо экономит. Рядом у площади воссоединения еще одна обновленная зона отдыха. Уютная и обустроенная. Здесь в тени деревьев можно спрятаться от жары. А вот в сквере на улице Максима Горького всю работу еще предстоит провести. Строители сняли слой старого асфальта. Его сменит брусчатка. У детей появится игровая площадка. А еще и турники и брусья для активного отдыха. И само собой новые лавочки, урны и освещение. Отдохнуть здесь жители смогут уже в сентябре. Здесь давно не проводили работы так же, как и в других объектах. На других объектах. Буквально 3-4 года назад мы установили здесь новые лавочки. Но само покрытие было уже в плохом состоянии. И было принято решение заменить его на новую брусчатку, так как это является центр города. И таких зон здесь и не так уж и много. И каждую нужно привести в порядок. По проекту формирования комфортной городской среды с 2017 года во Владикавказе отреставрировали 20 зон отдыха. На следующий год определили еще 50. Из них под проект попадут 18. А вот какие именно жители города могут выбрать путем голосования. Георгий Дзапаров, Алан Суанов. Новости Осетии. В Северной Осетии стартовали курсы военно-прикладной подготовки для юношей. Участники пройдут огневую, тактическую и медицинскую подготовку. Учение организовало региональное отделение ДОСААФ. В будущем такие наборы планируют сделать ежегодными. С любителями новых ощущений познакомился Батрас Загуров. Подтянись, хорошенько подтянись. Али Мазов учится в военно-патриотическом центре в Сочи. Юноша признается, что всегда хотел прыгнуть с парашютом. Но из-за горной местности в родном городе сделать это проблематично. Узнав, что в Осетии пройдут курсы военно-прикладной подготовки, Али решил в них поучаствовать. Ведь это шанс исполнить заветную мечту. В первую очередь нам показали, как прыгать. То есть с самого начала садимся, прыгаем. Меньше разговоров, больше правильных действий, друг друга не касаемся. То есть делаем все, чтобы минимализировать риск. Я очень сильно рад, если честно. Я получаю удовольствие, во-первых. Во-вторых, опыт. В-третьих, люди здесь очень хорошие. Приятно с ними общаться. Учение организовало региональное отделение ДОСАФ. Набрали 18 участников из Ордона, Беслана и Сочи. Возраст ребят от 14 до 16 лет. В течение пяти дней их обучат основам военно-прикладных видов спорта. В том числе прыжкам с парашютом. Один из основных элементов подготовки параштистов – подвесная система. Она позволяет отработать действия при возникновении нештатных ситуаций. Например, если парашют частично не раскрылся или переплелись стропы. 501, 502, 503, кольцо, 504, 505, купол. Кроме прыжков, участники пройдут огневую, тактическую и медицинскую подготовку. На пятый день состоится экзамен. Там ребята смогут на практике показать все, чему научились. По результатам выступлений объявят победителей. Самое главное мы хотим показать молодым людям, живущим у нас в республике, как можно интересно и полезно проводить свое свободное время. Я надеюсь, что после того, как мы покажем этот пилотный проект, потому что он еще снимается в формате документального фильма и будет еще отдельно формат промо-ролика, где будет буквально по рублю, по патронам, по всему рассказано, во что это обходится и как это делается, то я очень надеюсь, что именно вот этот вариант будет поддержан республикой. Организаторы уверены, с нуля обучить основам военно-прикладных видов спорта можно и за столь короткий срок. В будущем такие наборы планируют сделать ежегодными. Главная цель проекта – патриотическое воспитание подрастающего поколения. Батрас Загуров, Алан Суанов, Новости Осетии. Новый автосервис открылся во Владикавказе. Специалисты готовы провести ремонт машин любой сложности. Для удобства автомобилистов здесь же открыли магазин «Чиба Моторс». При необходимости можно приобрести моторные масла и необходимые комплектующие для машины. Это новый проект группы компаний «Чиба». Вопреки расхожему мнению, что у нас пандемия, падение, бизнес развивается и сегодня мы являемся этому свидетелем. Предприятие «Чиба» осваивает новый вид услуг для населения. Это автосервис, это прекрасно, это инвестиции в регион, создание новых рабочих мест, улучшение сервиса в данном виде, обслуживание населения. Мы надеемся, что предприятие будет развиваться динамично и регион будет оказывать для этого всестороннюю помощь. Финалисты проекта «Одаренные дети» отправились в Санкт-Петербург. Возможность поехать им подарил экс-глава Северной Осетии Вячеслав Бетаров. Участниками проекта стали учащиеся музыкальных и художественных школ Владикавказа и районов республики, а также лицеи искусств. Отбор проходил по нескольким номинациям – вокал, хореография, народные инструменты. Программа пребывания обширна, это и посещение Мариинского театра, и обзорные экскурсии по музеям. Финалисты конкурса пробудут в Северной столице до 9 июня. Это была вся актуальная информация к этому часу. Благодарю за внимание и желаю вам хорошего вечера. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова